Смоленская АЭС На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3134 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 27 дней апреля составила 1,6 млрд кВт-ч. С начала года выработано более 6,7 млрд кВт-ч. Сверхплана 128 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС Ежегодно 28 апреля в большинстве стран, в том числе и в России, отмечают Всемирный день охраны труда. Смоленская АЭС, как и все предприятия отрасли, традиционно присоединяется к международной акции, главная цель которой – обеспечить каждого сотрудника безопасными и достойными условиями труда на рабочем месте, предотвратить травматизм и профессиональные заболевания. На Смоленской АЭС безопасность, защищенность, жизнь и здоровье персонала – предмет особого внимания, подчеркивает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Руководство профсоюз, служба главного инспектора, уполномоченные по охране труда системно решают вопросы, касающиеся предотвращения производственного травматизма, сбережения трудового потенциала атомной станции. В 2019 году по итогам всероссийских конкурсов Смоленская АЭС заняла вторую строчку в рейтинге самых эффективных предприятий в области охраны труда, а проект по стандартизации маркировки вошел в базу передовых практик для тиражирования. В 2020 году Смоленская АЭС определена пилотной в проекте концерна «Росэнергоатом», направленном на реализацию принципов открытости в целях повышения уровня охраны труда. Всемирный день охраны труда на Смоленской АЭС используется как повод еще раз акцентировать внимание персонала на необходимости осознанно относиться к собственной безопасности, постоянно повышать уровень знаний об отраслевых нормах, потенциальных рисках, способах и средствах защиты, профилактических мерах. От этого во многом зависит качество выполнения поставленных задач. Ведущий инженер Смоленской АЭС Ирина Бухтоярова признана лучшим работником охраны труда в концерне «Росэнергоатом». Этого звания она удостоена по результатам конкурса, который ежегодно оценивает профессиональные показатели и достижения сотрудников. Ирина Бухтоярова – опытный профессионал, работающий в отделе охраны труда Смоленской АЭС почти 20 лет. Хорошие показатели по охране труда на предприятии – один из критериев, влияющих на присвоение звания «лучший работник охраны труда». Также учитываются личные заслуги претендента. У Ирины Бухтояровой достойный послужной список. Только за последние несколько лет она отмечена десятком благодарностей и почетных грамот от руководства атомной станции, концерн «Росэнергоатом», губернатора области. Дорогие десногорцы! 9 мая 2020 года Бессмертный полк по всей России остается дома. Но у нас есть возможность всем вместе выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и вспомнить о героях наших семей. Разместите в группе Бессмертного полка города Десногорска историю о своем ветеране, текст с портретом или рассказ на видео. Добавьте хэштег «Бессмертный полк дома», «Мой полк дома», «Бессмертный полк 2020». Ваш пост автоматически попадет на портал мойполк.ру, который 9 мая будет вести онлайн-трансляцию «Бессмертный полк дома». Вне окаруса новостей со всего мира попадут туда и семейные рассказы о ветеранах из соцсетей. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok